В Севастополе прошли Дни Чувашской культуры. Мероприятия состоялись благодаря гранту президента страны, который Чувашский национальный конгресс выиграл в конце прошлого года. На священной земле, пропитанной кровью наших дедов и прадедов, мечтавших о свободе и единстве наших народов, на гостеприимной земле Республики Крым мы празднуем День Чувашской культуры. Историю страны, города или села создают судьбы людей. Это подтверждает и летопись поселка Сахарная Головка, где компактно проживают Чуваши. Он находится в Балаклавском районе, где в 70-х годах прошлого века студенты чувашских техникумов проходили практику. Со временем они решили остаться на севастопольской земле. Наши девчонки приезжали сюда на практику. Зачастую они оставались здесь после практики. Им здесь нравилось, они здесь нашли семью, создали свои семьи, дети здесь родились уже. Уже несколько поколений наших, так скажем, чувашей уже. Третье или четвертое поколение даже получается. Большинство из нас приехало на место службы мужа, а остальные на строительство, на благоустройство Севастополя приехали. Сегодня в Крыму и Севастополе проживает более пяти тысяч земляков. Одна из них – руководитель чувашского общества «Любовь Тавлой». Не только сохранять, но и развивать чувашскую культуру и традиции. Такую задачу ставят перед собой чувашские объединения. А их на крымской земле четыре. А я пришла в Чувашскую обществу в 2006 году. С 2009 года я председатель, меня выбрали председатель Севастопольского национально-культурного общества. Надо сказать, что чувашское общество – одно из ярких и активных в нашем Севастополе. А в Севастополе богат обществами. У нас их сейчас зарегистрировано порядка 34. И всех объединяет ассоциация национально-культурных обществ Севастополя, которая в этом году отмечает как раз свои 25 лет. Севастопольские чуваши поддерживают тесную связь со своей исторической родиной и всегда рады встрече с земляками. Вот и на этот раз крымская земля с распростертыми объятиями приняла делегацию Чувашского национального конгресса. Счастья, благополучия. Мы вас очень любим. Приезжайте к нам по чаше. Нам очень-очень вас не хватает. Гости начали собираться за несколько часов. Видни чувашскую культуру в рамках марафона «Многонациональная культура народов России» по федеральному грантовому проекту. Севастополь проходит впервые. И всем хочется встретить знакомых, пообщаться с земляками. На одной сцене увидеть и услышать чувашских артистов из родной глубинки, а также из Татарстана и Москвы, такая возможность выпадает нечасто. Поэтому бурные аплодисменты каждому артисту. Для собравшихся были проведены мастер-классы по танцам, вышивке, поэзии и бисероплетению. В рамках марафона состоялся и круглый стол. Среди гостей были представители чувашских автономий Саратовской области, Татарстана и города Москвы, а также руководители разных культурных объединений Крыма и Севастополя. И когда мы выезжаем в регионы, особенно в регионы дальние, Санкт-Петербург, Тюмень, Югра, и мы провозим эти открытые уроки, мастер-классы, люди со слезами на глазах, вы поверьте, они такие счастливые, что они прикасаются к той частичке своей родной культуры с малой родины. И они говорят спасибо огромное. Делегация ЧНК побывала и у Вечного огня. В мемориале героической обороны Севастополя в годы войны возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Олеся Русакова, Зоя Яковлева из Республики Крым.